Здравствуйте, друзья! Всем привет! Я записываю следующее видео о транзите Юпитера. Как я обещала, я расскажу сейчас вам о транзите для всех восходящих знаков или для лунных знаков. Значит, смотрите, первую лекцию о том, как проявляется Юпитер в Козероге, и сколько он времени там будет, и все эти нюансы о знаке Козерога вы можете прослушать в предыдущей лекции. Я ссылку оставлю внизу под этим видео. Это второе видео, и сейчас я расскажу вкратце о транзите Юпитера для разных лагн. Значит, смотрите, я делаю это крайне редко. В интернете достаточно много таких видео на разные транзиты для вот каждого, как обычно пишут или говорят, для такого-то знака Зодиака, для разных знаков Зодиака. Значит, что? Это имеется в виду или от лагны, или от луны, потому что классически транзиты в первую очередь смотрят от луны, но практически большую часть, конечно, то, что проявлено как бы на физическом плане, мы можем видеть от лагны. Значит, опять-таки, очень важный момент. Обычно после таких видео много комментариев, или даже после таких текстов, неважно, много комментариев о том, что часть людей пишет, да-да-да, у меня так же, а часть людей пишет, нет-нет, а у меня совсем по-другому. Значит, смотрите, вы должны четко понимать, что в таком контексте мы рассматриваем транзит только одной планеты, а у нас на самом деле 9 транзитных планет, плюс 12 лагну, например, или 12 даже положений луны, это всего лишь 12 архетипов. То есть, условно говоря, все население земного шара вот мы разделили на 12 частей. И, конечно, у каждой 12 части, ну, не может быть все одинаково, потому что у всех есть свои индивидуальные положения. И здесь, говоря о таких транзитах, можно говорить только о тенденциях, понимаете? Не о каких-то конкретных вещах, а о тенденциях, как вот есть тенденции там в моде, тенденции в искусстве, тенденции в бизнесе, допустим, на такой-то период. Вот, здесь мы то же самое, мы рассматриваем определенную тенденцию, которую внесет Юпитер вот этим транзитом относительно других знаков зодиака. То есть, эта идея понятна, поэтому как бы индивидуально, конечно, все будет зависеть непосредственно от ваших положений в карте. И я сейчас постараюсь вот так вот кратенько осветить для каждой лагны. Вот, и вы можете, я дам даже больше ход мысли, то есть, как анализировать, в каком ключе, в какой, в каком направлении, как бы для каждой лагны, чтобы вы уловили суть и могли уже проанализировать это, исходя из своих комбинаций. Значит, смотрите, транзит мы всегда оцениваем, оцениваем как бы в третью очередь на третьей ступеньке после обещания карты, после периода, и следующий идет транзит. Да, то есть, если у вас нету в карте каких-то обещаний, например, в данном случае о покупке недвижимости, нету периода подходящего для покупки недвижимости, то транзит не даст вам никакое движение в этой сфере. Вы должны это четко понимать. То есть, транзит мы сейчас обсуждаем уже такую третью, как бы конечную точечку. Я возьму свою вот такую волшебную ручку, которая мне, знаете, как указкой легче махать. И тут я себе сделаю такие заметочки, куда, значит, буду тыкать и вам рассказывать. Ну, хорошо. Итак, начнем давайте с овнов. Или овен по луне, или овен по лагне. Значит, транзит для овнов пойдет по знаку козерога, соответственно, по десятому дому. Здесь, значит, еще такой нюанс, которым я хотела сказать, говорила на прошлом занятии, то есть на прошлой лекции, что в знаке козерога находится еще и Сатурн. Сатурн идет по этому знаку, он тоже ретроградный. Значит, сейчас туда вошел Юпитер, он ретроградный. 18 числа, где-то через месяц он развернется и выйдет. Он там зайдет всего на 2 градуса, так что, как сказать, ну, невелика беда, да, не так долго он пробудет сейчас в козероге. Вот, и я считаю, что поскольку, ну, как бы у них большое расстояние между Юпитером и Сатурном, но тем не менее два таких гиганта находятся в одном знаке, и, конечно, рассматривая Юпитер, хорошо бы рассматривать вместе его с Сатурном, это так называемый двойной транзит. Когда Юпитер и Сатурн прибывают где-то вместе или аспектируют одновременно какую-то точку, то это мы называем двойной транзит, двойное попадание туда двух больших планет, таких как Сатурн, планета Кармы и так называемая Кала Карака, то есть Карака времени, Карака Кармы и Юпитер Карака Дживы, то есть Души. Когда они соединяются вместе в какой-то точке или вместе аспектируют какую-то точку, то там начинается движение Кармы, то есть начинается, Джива начинает, как бы, проявляться во времени, то есть, соответственно, плоды, которые уже накоплены у Дживы, начинают там проявляться, и, как бы, выходить на поверхность, то есть, ну, как бы, физический наш план. Значит, смотрите, сейчас это двойной транзит в Козероге и, соответственно, напротив знаки Рака. Вот, и поэтому мы, когда рассматриваем Юпитер, вот он идет для Овна по 10 дому. Соответственно, мы всегда должны посмотреть, какими домами Юпитер управляет. Да, в данном случае он хозяин 9 дому, удачи, бхаги, процветания. Он это несет в 10 дом, но он ослаблен, и он хозяин 12 дома. Также он соединяется с Сатурном, хозяином 10 и 11. Мы, как бы, должны сделать синтез вот этих четырех домов, 9, 10, 11 и 12. Если вам это сложно, смотрите пока просто по Юпитеру. Да, Юпитер вот идет в 10 доме, он ослаблен, но он хозяин 9 благоприятного. Значит, смотрите, мы сразу же можем видеть, что основное движение, основные вот эти вот, как сказать, движения кармических пластов у Овнов будет в области работы, деятельности, карьеры. Ну, возможно, там не будет идти все так, как хочется. Там много и плюсов, и минусов, потому что там Юпитер хозяин 9, то есть могут быть какие-то новые предложения, может быть, улучшения. Вот, ну, хозяин 11 плодов Сатурн хорошо себя чувствует, то есть повышение, допустим, зарплаты или какие-то возможности. Ну, и 12 потери, да, то есть вы в этой области можете что-то приобрести, что-то потерять. Будет зависеть дальше от ваших показаний. Но дело в том, что, да, для Овнов им сейчас надо обратить внимание на область своей деятельности, карьеры, работы. Вот, главное, как сказать, главный вектор для Овнов идет именно туда. Плюс они делают аспект на знак рака. Это дом, недвижимость, то есть что-то может происходить вот у вас в семье, в доме, в доме именно дома, где вы живете. Да, может быть, что-то вы там, какие-то покупки или ремонт или еще что-то. Но, значит, будьте осторожны, потому что при всем при том, Юпитер у нас падение. Да, то есть вы можете не получить, допустим, такого удовлетворения или не получить то, что вы хотите, вот, допустим, или рассчитывали получить в своей деятельности, но не получить в таком объеме, как бы вам это хотелось, как вы предполагали. Может быть, вот какой-то такой результат. Значит, для тельцов. Для тельцов этот трозит идет по девятому дому. Трозит Юпитера по девятому дому считается хорошим. Хорошим. Вот, значит, Сатурн там идет, он хозяин десятого и девятого, то есть он Раджи Гакарака для тельцов, да. А Юпитер идет тоже по девятому, хозяин одиннадцатого и восьмого. Вообще, картина выглядит очень хорошо. Это какая-то удача вами накопленная. Это тоже, конечно, из-за того, что Юпитер слаб, может быть, не в таком объеме, но это или какое-то новое обучение, или хозяин делает аспект на третий дом, писательство, вас могут пригласить куда-то выступать. Да, возможно, у вас будет какой-то страх, да, или какая-то неверность себе по Юпитеру. Или вы можете найти новых учителей, новый какой-то путь. И тут Юпитер хозяин восьмого, да, то есть какие-то ваши, например, эзотерические наработки, то есть восьмой дом как дом оккультных наук может привести вас к культу уже, девятый дом, дом культа непосредственно. Вот, и этот транзит мне не очень нравится для отца, да, потому что для девятого дома, показания отца, там хозяин как бы двенадцатого от девятого, хозяин восьмого. Если кому-то сложно, вы можете, ну, анализировать пока самым простым образом, это я уже буду говорить для тех, ну, кто как бы понимает связки вот этих домов и домов друг от друга. Но в целом транзит, я считаю, для тельца очень и очень неплохой, да. Там можно вот в области девятого дома обучение, духовного развития, каких-то новых идей, очень продуктивно. Тельцы, все хорошо у тельцов. Так, близнецы. Вот близнецы как раз как бы та лагна, для которой один из самых сложных транзитов, я считаю, да, потому что транзит идет по восьмому дому, по восьмому дому и объединяет седьмой, девятый и десятый. И уходит в восьмой. Хозяин десятого в падении в восьмом. Ну, вы знаете, это нехорошая ситуация у близнецов, как в области профессии карьеры с десятого дома, так и в области отношений. Пожалуйста, близнецы, будьте очень внимательны. Какая-то доля удачи там есть, потому что хозяин девятого Сатурн туда тоже пришел. Так же плохо для отца. Так же, может быть, у вас новая какая-то смена, какие-то парадигмы, какие-то идеи, какой-то новый духовный путь, к которому вы можете прийти через какое-то событие, трансформацию. То есть восьмой дом, он часто наносит какие-то нам удары или приносит такие трансформирующие уроки, которые нас выводят как бы на какой-то следующий уровень, следующий круг. Вот, но с работой именно и с партнерами будьте, пожалуйста, осторожны, да, не входите там в ссоры какие-то, не меняйте резко работу, потому что вроде как восьмой на одиннадцатый для десятого, в общем-то, и ничего, но Юпитер в падении. То есть вам могут понизить заработную плату или вы можете потерять даже работу, да, поэтому и тоже точно так же с партнером вдруг могут вылезти какие-то вообще на ровном месте ссоры, разборки, какие-то непонятные ситуации, пожалуйста, от близнецов, поэтому я вот отдельно хочу предупредить, близнецы, будьте внимательны. Раки. Для раков транзит идет по седьмому дому. Для раков, честно говоря, мне тоже не нравится ситуация. Здесь этот аспект прямо налагнул, то есть на самого человека, на самого носителя, натива, да, непосредственно представителя знака рака, и Сатурн и Юпитер, они там становятся хозяевами шестого-восьмого домов. То есть, ну, очень сложное отношение в партнерстве, очень сложное. Конечно, двойной транзит по седьмому дому говорит о том, что вы можете познакомиться, но будьте аккуратны, потому что все-таки они хозяева двух самых злых дустанцев, шестого и восьмого. Каким боком это потом вылезет, неизвестно. И также в партнерстве какие-то непредвиденные вот эти ссоры, конфликты, болезни партнера или ваши болезни. Да, будьте внимательны, раки, обратите внимание сейчас на себя, на свое здоровье, на свое продвижение, на свое я, стиль, имидж. Вот, и очень внимательно действуйте в зоне партнерства. Очень внимательно, потому что вы видите сами, да, обратите внимание, какие дома. Ну, Юпитер, конечно, хозяин еще и девятого. Это хорошо, но в падении в седьмом доме, то есть как бы удача как оставляет вас, если вам нужна будет поддержка в сфере партнерства, вы ее можете в данный момент не получить. Да, и это может как-то сильно, ну, на вас повлиять. Вот, пожалуйста, подождите, потерпите эти два месяца, они действительно для вас могут быть сложные. Так, также знак льва, лев. Для льва я тоже считаю сложный транзит, потому что транзит по шестому дому. Хозяин пятого дома интеллекта, знания детей в падении идет по шестому дому с хозяином седьмого, и он же хозяин, Юпитер хозяин восьмого. Для львов тоже сложная ситуация. Во-первых, она может быть как бы как о здоровье детей, да, напряжение какое-то может с обучением, сейчас это связано, ваше для львов обучение сейчас может быть. Это не значит, что от него надо отказываться, но оно может принести вам какие-то сложности, то есть вам будет сложно, вам надо будет как бы работать, прилагать усилия, потому что шестой дом, это дом собственных усилий, врагов, кредитов, долгов, да, вот с этими вы будете вещами очень внимательны. Вы, значит, ваше непосредственно здоровье, потому что шестой дом еще с травами связан, и там Юпитер хозяин восьмого. Вот берегите себя, берегите свое здоровье, берегите также партнеров, потому что для партнеров это, получается, Сатурн хозяин седьмого идет в двенадцатом от себя, с Юпитером, но, в общем, для партнеров тоже. Также у вас тоже под удар могут попасть партнерские отношения, вот, и может быть много работы, работы какого-то напряжения, могут появиться какие-то люди, которые будут с вами соперничать, конкурировать, то есть, ну, которые мы называем враги, да, но у нас сейчас нету жизни вот так вот как врагов, мы же не воюем, там, как 200 лет назад, да, таких вот у нас прям врагов, но какие-то люди, скажем так, недоброжелатели или какие-то ситуации, которые будут сложные для вас, они вполне могут сейчас проявиться, да, поэтому вы проявляйте терпение и следите за здоровьем. Дева. Для девы транзит идет по пятому дому, по пятому дому. Транзит Юпитера считается хорошим, не в зависимости даже от того, что он в падении, какие у нас дома там, четвертый, хотя он четвертого в пятом, шестого, седьмого. В принципе, я думаю, свой пятый дом, своей, как бы, своими благими характеристиками вытянет эту ситуацию, тем более здесь Сатурн тоже хозяин четвертого в пятом, это неплохо. Для образования, для детей, то есть вы можете заняться каким-то образованием, какими-то вопросами, связанными с детьми, тоже какие-то новые идеи, проекты, вот, возможно, не будет идти все так гладко, как хочется, да, потому что все-таки участие здесь у нас есть шестого дома, но для девы пятый дом, я считаю, неплохо. Самое время, вот, обратиться внимание, то, что называется обучение, интеллект, дети, вот, ну, пожалуйста, как бы в эту сторону. Так, весы. Для весов транзит по четвертому дому. Там хозяин третьего, хозяин третьего, пятого и шестого. Значит, я считаю, неплохой транзит для весов, да, Сатурн, там Раджа-Юга-Карака получается, то есть Юпитер соединен с Сатурном. Единственное, Юпитер хозяин шестого, да, то есть какие-то препятствия. В принципе, больше здесь всего показывает на то, что связано с недвижимостью, домом вам может быть захотеться, или у вас может быть какая-то необходимость в продаже недвижимости, смены недвижимости, приобретения. Шестой дом, ремонты могут участвовать, кредиты, да, но с кредитами будьте осторожны, потому что Юпитер-Карака финансов, в падение он пойдет у вас, да, поэтому, ну, оцените ситуацию, значит, максимально все-таки не связывается с кредитами, с шестой домом, лучше как аренда, пусть недвижимость проиграется, или там ремонт. Вот, также транспортные средства, четвертый дом тоже может что-то у вас так сломаться, поломаться. Будьте вот с этими вещами аккуратны, но, в принципе, транзит для того, чтобы заниматься вопросами четвертого дома, какое-то, может быть, внутреннее напряжение, что-то вам новое может хотеться делать, также аспект идет на десятый дом, дом деятельности, вот, поэтому какое-то развитие может получить и ваша карьера, но для этого придется, что делать? Прилагать усилия, усилия, потому что Юпитер хозяин шестого дома, при этом дома, где надо работать, надо стараться, надо двигать это вперед. Скорпион, давайте посмотрим по Скорпиону. Скорпион пойдет для Скорпиона транзит по третьему дому, там хозяин второго, в третьем, четвертого, пятого. Значит, смотрите, для Скорпиона все будет упираться в собственные усилия, то есть приложение собственных усилий для того, чтобы чего-то, ну, продвигаться, что-то добиться. Также третий дом – это, может быть, выступления, писательства, какие-то ведения блогов, что сейчас с писательством может быть связано, короткие поездки, вот, вот, но, в принципе, короткие поездки, да, тоже, кстати, сказать, какие-то новые идеи, потому что Юпитер хозяин пятого, но которые уже надо, надо воплощать, да, по третьему дому прикладывать усилия, воплощать, вот, и также ваши финансы, второй дом под управлением Юпитера, тоже будут зависеть от приложения ваших усилий, да, по третьему дому, то есть все упирается для скорпионов в их непосредственно действия. Значит, для стрельца, второй дом, второй дом, деньги, инвестиции, сейчас переверну свою бумажку, где у меня стрелец, да, для стрельца, второй дом, хозяин третьего, непосредственно, да, непосредственно хозяин лагны идет в падение по второму дому, то есть стрельцы могут почувствовать нехватку финансовых средств, вот, поэтому с финансовыми вложениями или с финансовыми одолжениями будьте, пожалуйста, аккуратны, там тоже еще три хозяина третьего, хозяин третьего собственных усилий, вероятно, вам придется, возможно, для заработка как-то приложить больше усилий, потому что заработок сейчас, финансы могут быть ограничены. Также второй дом, дом речи, следите за речью, за то, что, то, что вы говорите, как вы говорите, и для чего, с кем, и так далее, да, потому что второй дом. Также, кстати, сказать питание, потому что Юпитер в падении может дать такую, как сказать, жажду неограниченного питания, поедания всего, чего угодно, вот, и к этому вы можете быть сейчас чувствительны. Козерог. Козерог для козерога, это очень важный транзит, потому что транзит идет по лагне. Человеку надо обратить внимание именно на себя, на собственное развитие, там, хозяин 12-го, это могут быть поездки какие-то, это также хозяин, так, 3-го, получается, хозяин 3-го, 9-го, да, это вполне может быть связано с поездками, поездками за границу, вот, и это может быть связано с тем, что у козерога, понимаете, какая ситуация, внимательно оценивайте то, что вы делаете, потому что ваша деятельность сейчас, она, как бы, может быть, при неправильном каком-то планировании и делании может быть пустую, почему 3-й дом, это дом действия навыков, 12-й потерь, да, то есть ваше действие, это и непосредственно хозяин этих домов идет в вашей влаге впадение, то есть какие-то ваши идеи и действия могут привести к потерям, поэтому внимательно следите и смотрите за тем, что вы делаете, вот, но личное, как бы, развитие, харизма, развитие себя, да, вполне для козерога, это двойной транзит по их влагне, то есть непосредственно обратить внимание на себя, на собственное продвижение. Так, Водолей. У Водолея Юпитер с Сатурном идет по 12-му дому, и Лагнеш уходит в 12-й, хозяин 2-й уходит в 12-й, хозяин 11-й. Смотрите, для Водолея Юпитер хозяин двух домов денег, идет по 12-му дому, дому потерь вместе с Лагнешей. Значит, для Водолея вообще как-то выглядят сплошные траты, то есть, наверное, пришло время, когда вам придется куда-то вложиться, на что-то потратиться, может быть, связано с заграницей, покупкой чего-то за границей, или поездкой за границей, тратами за границей. Вот, вы тоже будете внимательны в нашей ситуации с периодически закрывающимися границами. Можете попасть в такую ситуацию, например, когда где-то застрянете, не сможете выехать, и это вам, как сказать, обойдется дополнительно в денег, да, поэтому Водолея, будьте вот с этим внимательны. И рыбы. Рыбы для рыбок. Юпитер идет по 11-му дому, хозяин 12-го, хозяин 10-го. Там 10-го. Ну, между прочим, тут могут быть доходы, доходы, общение с друзьями. Возможно, доходы не в таком количестве, как вам хотелось бы, но, в принципе, транзит очень приличный для рыб. Вот с Сатурном, хозяин 12-го. Ну, единственное, что может быть такая ситуация, что вы что-то получите, там, задействован 10-й дом, да, какие-то доходы от своей работы, от своей деятельности, непосредственно от того, где вы участвовали, вот как Лагнеш, да, хозяин Лагны, там, Юпитер, и получите какие-то доходы, ну, и, возможно, их тут же придется куда-то и отдать, и потратить. Вот, но для рыб, да, выглядит в любом случае все равно очень прилично, потому что и транзит Юпитера по 11-му хорош, и транзит Сатурна по 11-му считается тоже хорошим. Вот, вкратце я как могла, все равно полчаса у нас на это ушло, осветила для каждой Лагны, дальше вы уже развиваете, то есть я дала вам такие самые-самые небольшие ключики для этого. И, ну, возможно, вот здесь, здесь, знаете, вот эта ось 4-10, да, то, что они идут по 10-му, дома спектируют 4-й, вот я считаю, что, ну, вот эта экономическая сейчас ситуация, плюс она очень сильно связана с недвижимостью, или вот я просто люблю тему недвижимости, ну, может быть, я запишу вам еще третье видео, которое об экономической ситуации, да, если вы хотите. Допишите внизу, надо вам это или не надо, или и так достаточно. Все, до свидания, всех обнимаю, приветствую на своем канале, пишите, пожалуйста, отзывы, комментарии, подписывайтесь, мне будет приятно, и я тогда буду понимать, если у вас интерес к такого рода лекциям или нету. До свидания, всего вам хорошего, до следующих встреч.